Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 46 случаев заболевания COVID-19. Коронавирус выявлен у 10 детей. На первом заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики в регионе обсудили текущую ситуацию в месте добывающей отрасли. Накануне Международного женского дня мужчины выбирают самые лучшие подарки для своих дам. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 46 случаев заболевания COVID-19. Из них заболели 28 жителей Наринмара и поселка Искателей. Три жителя Тельвиски, четыре человека из Шойны, 11 в Красном. Также коронавирус выявлен у 10 детей. За прошедшие сутки выздоровели 72 человека. Наталья Дуркина продолжит тему. Ситуация с коронавирусом в округе стабилизируется. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатора сообщила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа Елена Левина. Количество заболевших, фиксируемых за сутки, значительно меньше числа выздоровевших. За неделю прирост заболеваемости составил минус 40%. Елена Левина отметила, что такая тенденция началась с прошлой недели, и сейчас она имеет более устойчивый вид. В связи с улучшением эпидобстановки возобновилась работа мобильного медицинского отряда. Мы закрывали ее работу, потому что был высокий уровень заболеваемости. Доктора также болели, те, которые работают в этой мобильной бригаде. И сейчас работа возобновлена. У нас делали медицинские осмотры в ближайших поселках Нельминос и Андик. И сейчас работают в красном. Слово тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, ради безопасности своего здоровья необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Жителям нет необходимости записываться на медосмотр. Врачи сами приглашают пройти диспансеризацию. Сейчас медицинские организации у нас начинают работать активно на профилактику, потому что новая коронавирусная инфекция сыграла очень негативную роль в части роста заболеваемости по сердечно-сосудистым патологиям, по онкологическим заболеваниям и так далее. Для того, чтобы нам не упустить наших пациентов, не дать им уйти в более глубокие стадии развития заболевания. То есть необходимо, чтобы все пациенты, которые принесли новую коронавирусную инфекцию, обязательно прошли углубленную диспансеризацию, чтобы на ранней стадии выявить все отклонения, которые у них могут быть связаны с принесенным заболеванием. Поэтому те граждане, которые получают смс-ки либо телефонные звонки из медорганизации, что необходимо подойти в медицинскую организацию и пройти медосмотр, необходимо найти время и совершить этот визит и пройти весь необходимый цикл медицинских процедур и осмотров. В Наринмаре состоялось первое заседание оперативного штаба по устойчивому положению экономики, работы системообразующих организаций, а также предприятий жизнеобеспечения на территории Ненинского округа. Подробности далее. На штабе обсудили текущую ситуацию в нефтедбывающей отрасли, от которой напрямую зависит количество средств, поступаемых в окружной бюджет и рабочих мест в Ненинском округе. Совместный проект крупнейших компаний-недропользователей по освоению Лаевожского и Ваневийского месторождений, начатый в прошлом году, будет продолжен. Мы активно ведем переговоры с недропользователями, с компаниями, которые работают в нашем округе. Пока большинство компаний подтверждают, что они сохраняют рабочие места, что они сохраняют добычу. И для нас это важно вдвойне, потому что именно эти компании формируют значительную часть нашего бюджета. По словам руководителя Департамента природных ресурсов, АПК и экологии, для деятельности компаний нефтегазового сектора с иностранной долей капитала нет никаких рисков. Что касается влияния нынешних экономических факторов на бюджет округа, то, как рассказала глава Департамента финансов и экономики, рост цены на нефть и курс доллара уже дали плюсом 25% доходов. Своевременно рассчитываемся по всем обязательствам. Это та покупательская среда нашего бизнеса. Значит, мы своевременно выплачиваем заработную плату. Мы в полном объеме платим пособия. Мы в полном объеме платим субсидии, вот те меры, которые были приняты. Глава региона поручил профильному ведомству особое внимание уделить малому и среднему бизнесу. До 15 марта необходимо разработать пакет мер поддержки, чтобы количество предпринимателей не сократилось, а все рабочие места на предприятиях были сохранены. В этом направлении принимаются решения и на федеральном уровне. В Госдуму был внесен законопроект о кредитных каникулах, которые продлятся до 30 сентября. Также в ходе совещания обсудили уровень цен в регионе. За последнюю неделю у нас 0% динамики изменения цен. То есть цены не меняются. Цены держатся ровно в том диапазоне, каком были неделю назад. Кроме того, должен сказать, что складские запасы у нас в сравнении даже с рядом других субъектов, гораздо более развитых, одни из самых положительных. То есть у нас по ряду продовольственных и непродовольственных товаров средние запасы в днях – это 120 дней. Юрий Бездудный поручил продолжить мониторинг цен на основные продукты питания. Стоимость круп, сахара, хлеба, муки, а также местной продукции, в том числе и оленины, должна оставаться доступной для населения. В Нининском округе продолжается сбор гуманитарной помощи. Товары можно принести в три пункта приема, расположенных в городе и поселке Искателей. О том, чем можно помочь гражданам Донецкой и Луганской народных республик, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Машины, доверху загруженные товарами гуманитарной помощи со всех пунктов приема, приезжают на склад, чтобы потом отправиться в Ростовскую область гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Коробки с товарами первой необходимости ежедневно поступают от жителей региона. Мы привезли в пункт сбора гуманитарную помощь от жителей округа, которая стартовала у нас 21 числа, куда все неравнодушные граждане могли принести средства первой необходимости. Здесь в большинстве своем бытовая химия, какие-то средства личной гигиены и, наверное, даже немного воды. Это все будет потом сформировано общим грузом и отправлено в Ростовскую область, где непосредственно передадим это все беженцам. Что можно передать в пункт приема гуманитарной помощи? Предметы личной гигиены, постельное белье, полотенца, одеяло, детскую одежду, а также товары для детей, электротовары, в том числе чайники, кулеры, микроволновые печи. Мы, как сторонники партии «Единая Россия», в обязательном порядке принимаем участие в этом мероприятии. Также большое, а даже огромное спасибо хочу выразить Федерации Тэквондо, Ненецкого автономного округа, так как большую часть гуманитарных и продуктов они собрали. Большое им спасибо. Сегодня на базе МЧС мы размещаем весь сбор, который организовали, который собрали. Сейчас видите, машины заезжают. Сегодня будет здесь все складировано. В дальнейшем все, что будет собрано с нашего региона, передается по назначению. Помощь принимается в будние дни по адресам Ленина, 33-Б, Цокольный этаж, Смедовича, 20-А, кабинет 226, Ефтяников, 1-А, бывшее здание администрации поселка Искателей. Все товары для гуманитарной помощи должны быть новыми в упаковке. Узнать дополнительную информацию можно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по телефону, который вы видите на своем экране. Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника приобрела современный конусно-лучевой томограф. Новое оборудование поступило еще в конце прошлого года. Сейчас оно полностью смонтировано и испытано. Александра Литкова расскажет подробнее. Главное преимущество современного томографа заключается в том, что оборудование значительно сокращает дозу облучения для пациента. Облучение при этом длится всего 4 секунды вместо 18. А полное изображение головы он может сделать за одно сканирование. За один оборот излучателя вокруг головы, в то время как предыдущие все томографы, ну и серии томографов стоматологических, им надо сделать больше вращений. Дополнительные нужны еще к ним приспособления, чтобы сделать полное изображение головы. И в соответствии с этим, так как происходит одно вращение, а не два и не три, то уменьшается и лучевая нагрузка на пациента. Аппарат дает 2D и 3D изображение, делает 3D сканирование и будет использоваться во всех сферах стоматологии. А также может использоваться отоларингологами. Лор-врачи также видят гайморовые пазухи, лобные пазухи, сосцевидные, тросток, средние ухо. Ну все, что им надо, они на этом аппарате увидят и в качестве лучшем, чем, например, томограф, который находится сейчас в окружной больнице. Ну общий. Он предназначен для общих исследований, а вот у нас конкретно вот голова. И качество изображения нашего томографа, оно в разы лучше качества других томографов. Медицинская техника была приобретена за счет окружного бюджета в целях модернизации стоматологической поликлиники. Учитывая, что у нас рентгеновские исследования очень востребованы, и то миссия оборудования, которая была, не справлялась с той нарусской, часто выходила из строя и не удовлетворяла всем требованиям докторов, которые нуждались в диагностике. Это было принято решение купить самый современный компьютер-тогмогр, который поможет нашим докторам делать качественные снимки, и видеть всю патологию, которая есть в полу-стверта у человека. Также можно видеть все проблемы, которые связаны с челюстной лицевой системой, лор-органы, мелкие суставы, в том числе и конечности. Поэтому аппарат, который мы купили, это самое последнее слово техники, такого аппарата нет ни у кого по северо-западу. Медицинское учреждение посетил глава региона Юрий Бездудный. Главный врач поликлиники Алексей Абрамов рассказал об укомплектованности кадрами. На данный момент у нас укомплектованность 100%. Сейчас еще приезжает на следующую неделю еще один доктор. Помимо того, что мы укомплектованы, у нас еще два детских стоматолога по уходу сидят. Один доктор в длительном больничном сейчас находится. Ну и периодически отпускал у нас. Записаться на прием к специалистам в стоматологии можно несколькими способами. Через портал госуслуги и доктор 83, а также на сайте учреждения или через колл-центр. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Алексей Орлов, Телеканал Север. Сказать слова благодарности своим учителям может каждый желающий. В региональном центре молодежной политики стартовала акция «Спасибо учителям НАУ». Подробности далее. В рамках акции «Спасибо учителям» каждый может поблагодарить своих воспитателей, тренеров, педагогов дополнительного образования и преподавателей. Эту акцию записывал региональный центр молодежной политики. Она у нас началась с 22 февраля и продлится у нас до 9 марта. На данный момент у нас в этой акции приняло уже порядка 50 человек, даже больше 50 человек. Участникам акции предлагают вспомнить тех, кто был рядом и помогал в выборе своего дальнейшего жизненного пути. Суть акции заключается в том, что каждый человек может сказать спасибо, слова благодарности учителям, которые вели его жизнь, дали ему образование, дали профессию, ну и просто помогали им в чем-то, просто сказать простые слова спасибо. Для участия в акции необходимо разместить в своих социальных сетях пост с фотографиями, видео и открытками, написать слова благодарности и указать хэштег «Спасибо учителю НАУ». Напомним, что акция приурочена к двум праздникам – Днём Защитника Отечества и 8 марта. Это больше привязывается к двум праздникам – 23 февраля и Международный женский день. Просто у нас и мужчины есть педагоги, и девушки педагоги есть. И вот хотели вот так вот объединить, сделать такую долгоиграющую акцию, чтобы ребята могли поздравить и мужчин-педагогов, и девушек-педагогов. Помимо этого, в преддверии весеннего женского праздника региональный центр проведет еще одну акцию. И вторая акция, которую мы сейчас запускаем, называется «Спасибо врачам» в преддверии 8 марта. Мы хотим поздравить наших врачей. Мы будем приезжать в больницы и дарить цветы врачам. Также молодежь регионального центра поздравит прохожих на улицах женщин. Ну и также мы всем прохожим хотим тоже сделать такой небольшой подарок. У нас будут красивые сладкие букеты и цветы-тюльпанчики. Анастасия Евтыса, Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Уже в это воскресенье в Индике пройдет фестиваль «Корюшки». Из-за высокого спроса на билеты организованы дополнительные авиарейсы. Как сообщили в департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Нюнинского округа, в воскресенье 6 марта запланированы два рейса на Ринмар, Индико-Наринмар. При наличии спроса будут организованы дополнительные рейсы. Билеты можно приобрести в кассах на Ринмарского авиаотряда. Вылет самолетов Ан-2, каждый из которых рассчитан на 10 мест, запланирован на 8.30. Обратный вылет также состоится 6 марта, после окончания фестиваля. Билеты уже поступили в продажу и будут доступны по 5 марта включительно. Их стоимость составляет 5970 рублей в одну сторону. Для молодежи в возрасте до 23 лет включительно, а также мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет предусмотрена 50-процентная скидка. Что касается самого фестиваля, то его участников и гостей ждет насыщенная программа. Главными событиями станут рыболовный турнир «Самый клевый рыбак» и кулинарный конкурс «Битва сковородок». Помимо этого состоится ставший традиционным конкурс снежных скультур «Снежная Арктика» и турниры по национальным видам спорта. Главным украшением фестиваля станет конкурс красоты «Национальная краса Индиги». Принять участие смогут как жительницы поселка, так и гости праздника. Победительницу определят участники рыболовного турнира. Заповедник Ненецкий подготовил тематическую площадку с экоиграми, а Центр арктического туризма проведет Ненецкие игры. Как сообщают организаторы праздника, на фестивале выступят артисты ДК Индиги, Ненецкая группа Хэтко, Эхо, Чукотский традиционный ансамбль «Кочевник». Улыбки, цветы и море комплиментов. Сильная половина человечества готовится к женскому празднику. Какие подарки наиболее популярны, расскажет Василий Хатанзейский. Какой подарок подарить своей любимой женщине на 8 марта? Этим вопросом озадачена в преддверии женского праздника вся сильная половина человечества. Подарки, конечно же, разные, и их выбор зависит от мужчины. Вообще, я очень люблю и предпочитаю дарить книги. Даже не столько цветы, не столько какие-то сладкие, съестные гастрономические подарки, а книги. В гильдии маркетологов назвали самые популярные подарки на 8 марта. По данным экспертов, чаще всего мужчины дарят дамам в международный женский день конфеты и шоколад. Среди самых распространенных презентов – духи и косметика. Также часто женщинам дарят гаджеты и аксессуары. В топ вошли подарочные сертификаты, билеты в кино или театр, а также поход в ресторан. Среди самых популярных подарков оказались кастрюли и сковородки, утюги, чайники и другая мелкая бытовая техника. Замкнули список товара для хобби и спорта. Ну а самый-самый-самый, без которого просто не обойтись. Конечно, цветы, которые покупают мужчины, в основном это розы всевозможных цветов. Женщины, конечно, более разнообразны в выборе цветов. Сейчас очень популярны стали хоризонтемы, гвоздики. Очень много разных нежных оттенков делают монобукеты из одних гвоздик, из хоризонтем. Очень много девушек любят букеты, как полевые цветы, чтобы они смотрелись. В преддверии женского праздника работы у флористов будет хоть отбавляй. Сумасшествие цветов, буйство красок, разнообразие форм для букетов. У нас, кстати, очень часто спрашивают, что бы хотела получить флорист на праздник. Конечно же, все флористы тоже любят цветы, и поэтому цветы мы бы тоже хотели получить на праздник. Порадуют женщин в праздник и тысячи тюльпанов, выращенные с любовью. На тепличном комбинате «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании. В этом году здесь вырастили целых 12 сортов. Большой выбор и горшечных цветов. Чтобы цветы радовали вас как можно дольше своим свежим видом, необходимо соблюдать рекомендации и правильно ухаживать за растением. Если дома сухо, значит, должен быть увлажнитель. Сейчас это все возможно. Температура, значит, чтобы цветок не попадал, когда мы проветриваем, комната не попадала на сквозняк. Абсолютно все цветы боятся сквозняков. Ну и подкормки производить, потому что некоторые купят цветок и все, и поливают одной водичкой. Нет, мы выращиваем цветы в торфе. Это временный грунт, поэтому требуется пересадка. Подарки и цветы, безусловно, неотъемлемые атрибуты женского праздника. Но главное для любой женщины совершенно другое. Внимание, заботы, возможно, чуткости. Наверное, на этом все. И, возможно, побольше трепета в отношениях и заботы друг о друге. Коллектив телеканала «Север» от всей души поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Пусть в вашей жизни будет больше добра, искренних слов и признаний. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.